Как известно, мама, которая была мамой и мальчика, и девочке, она знает, что это два абсолютно разных состояния и две абсолютно разные любви, которые ты испытываешь. Как правило, мама девочки, она знает тут же, как воспитывать свою дочь, хотя бы уже на своем примере, исходя из каких-то своих воспоминаний собственного детства и каких-то своих предпочтений. Когда же женщина становится матерью мальчика, если в ее жизни не было братьев или какого примера воспитания мужчины, то для нее это становится новинку. Ведь на нее ложится та самая ответственность за воспитание будущего мужчины, который тоже должен будет завести свою семью, быть верным мужем и надежным спутником своей женщины. Поэтому самая главная рекомендация мамам, которые воспитывают мальчиков, это то, что они должны быть сами счастливыми. Потому что если мама мальчика счастлива, она дает своему ребенку ту самую женскую энергию, которая его наполняет и, грубо говоря, ставит его твердо на ноги. Поэтому если мама себя чувствует счастливой, как я уже сказала, она дает своему ребенку чувство любви и ничего не просит взамен. Она знает о его увлечениях, но при этом не контролирует каждый его шаг. Она подстраховывает ребенка, но при этом дает своему сыну возможность делать самостоятельные ошибки и извлекать из него какие-то уроки. Самое главное, это то, что мама разделяет свою роль как мамы мальчика и как мамы для своего мужа. Точнее, не мамы, а жены. И проводит качественное время как со своим сыном, так и со своим мужем. Потому что на определенном этапе развития, а мальчик это обычно возраст от 4 до 6 лет, наступает такой эдипов комплекс. Эдиповое время, это же правильно будет сказать. Это когда ребенок старается заменить себе, точнее поставить себя на место противоположного родителя и в этом случае пытается быть для мамы не просто сыном, а пытается быть для мамы даже мужем, вытесняя папу из, грубо говоря, из семьи на психологическом уровне. Поэтому очень важно, чтобы мама давала ребенку понять, что есть папа и это ее мужчина, с которым она живет, которого она любит и есть сын, вместо которого, к сожалению, точнее не к сожалению, а место которого ребенок занимает. Поэтому очень важно, чтобы здесь не сдвигалась фигура папы, а сын оставался сыном, а муж оставался мужем. Потому что в дальнейшем нарушение такого взаимодействия может приводить к так называемому комплексу Мадонны-будницы. Это когда мужчина может завладить с одной женщиной семейные отношения, она рожает от него детей, но после этого у него пропадает всякое сексуальное влечение к ней и больше он не может с ней поддерживать полноценные сексуальные отношения, потому что он считает, что она теперь святая, она родила ему детей и больше она его не возбуждает. Вместо этого его возбуждает только женщина легкого поведения, с которыми он будет только заниматься сексом и кроме этого от них ничего не требовать большее, что причиняет вред и как и самой семье, так и самому ощущению мужчины-мужчины. Поэтому самое главное в воспитании мальчиков это то, чтобы женщина чувствовала себя счастливой и любимой, как и самой к себе, так и своих его мужа и своих детей. Поэтому для того, чтобы мальчик был успешным, твердо стоял на ногах, мы, мамы, должны думать о том, чтобы в первую очередь делать счастливыми самих себя. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!